У наших людей есть одна веселая забава. В любой сложной ситуации мы бежим покупать доллары. Поэтому всех нас интересует, естественно, что будет с долларом и куда пойдет доллар. Именно этому посвящено это видео. Смотрите его до конца, потому что в самом конце я дам абсолютно железные рекомендации о том, что же надо покупать и как нам сохранить наши деньги. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Мне кажется, что доллар у нас является такой объединяющей идеей, которая объединяет все наше общество. Но в самом деле есть люди, которым больше всего ценят свободу. К таким людям отношу я себя, когда свобода передвижения, естественно, это подразумевает. Но, скажем, покупку доллара я регулярно покупаю доллары, и это нормально, казалось бы. Но большинство населения у нас говорят, что мы находимся в кругу врагов, что все хотят нас, значит, поработить и так далее. И что вот эти враги – это злобная гейропа. И Америка. Доллар объединяет нас всех, потому что как только у нас в стране возникает сложная ситуация, у нас курс доллара резко начинает расти, и выстраиваются очереди в пункт обмена валют. И в этих очередях большинство составляют вот эти самые патриоты, запутинцы, которые стоят в очереди для того, чтобы купить вражескую валюту, и тем самым поддержать тех, кого они называют врагами. Я регулярно говорю, что вот, ну, когда доллар уже взлетел, ну, уже поздно пить боржом, и уже он взлетел, уже поздно покупать, потому что есть большая вероятность того, что он упадет. Но мне отвечают, слушай, чувак, ты что, дурак, что ли? Иди посмотри на курс доллара за последние там N количество лет, и ты увидишь, что доллар надо покупать всегда. Я начал покупать доллар еще тогда, когда он был просто запрещен, и это было буквально уголовно наказуемо. Я покупал доллары и у нас в стране, и в свое время в Югославии, в Венгрии, в Польше. Я покупал валюту и даже в Латвии ухитрился. Вот, поэтому я имею богатый опыт в этом смысле. Почему же люди так горячо любят доллар? Ну, потому что доллар, он и в Африке доллар. Действительно, доллар это, ну, мировая валюта, общепризнанная, и вся международная торговля происходит именно в долларах, и вообще все курсы привязаны к доллару. Но так было не всегда. Просто мне говорят, посмотри за последние 10, 15, 20 лет. Дело в том, что доллар стал мировой валютой в 1944 году. Это было окончание Второй мировой войны, а в это время самая сильная держава в мире была США. И уже начали, когда было видно, что война заканчивается, начали думать о том, как же будет устроен мир после войны. И поэтому на Бреттон-Вудской конференции американцы предложили, говорят, ну, давайте будет общая мировая валюта, торговля вся будет идти через доллары. Мы гарантируем, что доллар будет сильным всегда. Мы это обеспечим. Будут просто курсы всех валют привязаны к доллару, и это очень удобно. И так создали это действительно очень удобно. И американцы создали не только вот такой механизм, но еще и платежную систему SWIFT, через которую тоже очень удобно делать платежи международные. И вся международная торговля происходит именно в долларах, и именно через систему SWIFT. Во-первых, Америка действительно была и пока еще остается главной экономической державой в мире. И Америка действительно держала курс доллара стабильным и держала курс сильным. Времена меняются потихонечку. И что происходит сейчас? Смотрите, в последние годы вы знаете, что Америка потихонечку замедляется в своем развитии. И есть одна страна, это Китай, который очень-очень сильно поднимается в своем развитии. И вроде бы все правила, которые были установлены, они как раз во время войны и после войны, они как раз делали так, чтобы Америке было выгодно. И поэтому Америка диктовала условия в экономической жизни. И она ратовала всегда за свободу, полную свободу торговли, полную открытость границ. Почему? Потому что, ну, скажем, если вы сильнейший боксер в мире вообще, и, конечно, вы будете говорить, ребята, ну, я за свободу, за полную, значит, равноправие, потому что давайте вот будем честно сражаться на ринге. И вот давайте вот, Юра, например, я выйду в честном бою с вот этим профессиональным боксером. Сколько я продержусь на рынке? Но вряд ли больше, чем полсекунды. Правильно? Потому что он меня угробит сразу и одним ударом. Поэтому это было выгодно Америке до тех пор, пока она была самой сильной державой. Но, пользуясь вот этими правилами всеми, Китай с его огромным населением, в Америке 350 миллионов примерно населения, в Китае полтора миллиарда. Ну, просто посчитайте, там, в шесть раз, что ли, больше. И Китай с его огромным населением, которое традиционно жило в полной нищете. И в Китае еще совсем, ну, не так много лет назад, ну, зарплату, если посчитать в доллары, там, ну, просто за горстку риса люди были готовы работать, они были в полной нищете. И Китай объявляет открытость границ, открытость для инвестиций. Они говорят, пожалуйста, у нас огромное число народу, можете эксплуатировать его как хотите. Вот вам народ, который готов работать за бесплатно. И, значит, вся промышленность, буквально мира такая, встрепенулась. Ага, так, ну, похрену уже, что они коммунисты, похрену, что у них нарушаются там права человека. Главное, конечно же, деньги. И поэтому ломанулись строить заводы, и на которых китайцы будут трудиться, которым можно платить там 200, там, 20 долларов сначала, потом 200 долларов, зарплата 500 долларов и так далее, она потихонечку повышалась, она все равно была ниже, чем в ведущих экономических державах мира. И поэтому вся промышленность, в общем, потихонечку переходила в Китай. А что делали китайцы? Ну, китайцы тоже самое делали. Во-первых, они разрешили частную инициативу, и они начали строить какие-то вот мелкие фабрики, которые начали гнать полную фигню на весь мир за счет того, что у них открытые границы, и за счет того, что китайцы трудяги и готовы трудиться за копейки, они гнали полную фигню на весь мир, и весь мир завалили своими товарами. Это происходило на наших глазах, но буквально вот я в конце 90-х годов был в Америке, и из Америки поехал посмотреть на Ниагарские водопады, например, да, со стороны Канады было, в Канаде. Я захожу в сувенирный магазин, ну, там смотрю какая-то, ну, фигня вот эти вот сувениры, какие-то кружки, Найджера Фоллс, там какие-то вот сувенирки такие. Я переворачиваю эту кружку в Made in China. То есть, смотрите, вот эту вот фигню, кружку намного выгоднее, оказывается, произвести в Китае, через 3-9 морей, значит, привезти в Канаду, там сделать бешеную наценку, продать, и все равно это будет выгоднее, чем выпускать ее в Канаде. Ну, конечно же, Китай получил бешеные преимущества, и, конечно же, поток товара пошел бешеный из Китая на весь мир, и одновременно в Китай пошел поток денег. И самый большой рынок, естественно, США, и, естественно, значит, есть торговый баланс, разница между экспортом и импортом. И вот этот внешний торговый баланс, он о чем говорит? Если есть перекос в одну или в другую сторону, то это значит, что в одну или другую сторону текут деньги. И в один прекрасный момент наступило такое время, что деньги из Америки в Китай потекли намного большим потоком, чем из Китая в Америку. То есть Америка стала потреблять больше товаров китайских, чем китайцы американских. И все нормально, то есть никаких нарушений. И этот баланс сохранялся очень долго, и в результате вот этого потока со всего мира денег у китайцев стали накапливаться деньги. И американцы, ну, как-то вот говорят, слушайте, ну, давайте уже как-то выправляйте этот баланс и начинайте покупать что-то наше, американское. Китайцы говорят, окей, мы давайте купим сталелитейную промышленность США. Мы готовы купить. Или там еще какую-то автомобильную промышленность США. Всю, на корню. Вот, и такие, блин, что-то это не то. Это угрожает правилам нашей национальной безопасности. Запретить. Значит, ну, китайцы тогда начали покупать просто Америку, буквально. То есть, недвижимость в Америке и ряд небоскребов уже принадлежат китайцам. И так американцы говорят, не-не-не-не, подождите, вы не то делаете, вы не то покупаете. Ну, китайцы говорят, ну, а куда же нам девать деньги, что же нам покупать? Ну, они говорят, ну, покупайте вот наши облигации. То есть, ну, по-английски это называется Treasuries. Это казначейские обязательства США, то есть, государственный долг США. Китай говорит, окей, пожалуйста, давайте мы будем покупать казначейский долг США, и все бы хорошо. Но через какое-то время выяснилось, что китайцы стали достаточно быстро самыми большими обладателями в доле, ну, вот в этом госдолге США. То есть, буквально китайцы стали уже держать Америку за горло. И тут американцы поняли, что, в общем, что-то уже не так. Это тоже угрожает национальную безопасность США. И первый президент, который просто начал орать об этом, это президент Трамп. Вы знаете, что он начал давить на Китай. Давайте что-то делать с этим, потому что так дальше жить нельзя. Ну, потому что Китай становится более мощной уже экономической державой, чем Америка. И развязал экономическую войну, мы знаем. То есть, он сказал, что, друзья, повышайте курс своего юаня, повышайте курс, укрепляйте свой юань, потому что так дело не пойдет, потому что ваши товары губят всю нашу промышленность. На что Китай ответил, ну, извините, ребята, курс юаня, это наше внутреннее дело. И не лезьте, пожалуйста, в наши внутренние дела. Мы же, как бы, не управляем курсом доллара. И тут Трамп, ну, взбесился, конечно, и сказал, что, ну, тогда я буду вводить пошлины. И мы знаем, что сначала он вел огромные пошлины на китайские товары. Это была фаза 1, потом фаза 2. И они начали вести переговоры. Ну, давайте уже что-то покупайте. Вот. И мы все наблюдали, вот, буквально, в течение президентства Трампа, что эти переговоры шли, фаза 2 подписана, и Китай взял на себя бешеное обязательство покупать огромное число американских товаров. Там какие-то соевые бобы их там, и, то есть, какую-то сельхозпродукцию, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вообще, все шикарно. Есть одна проблема. Свои обязательства Китай, ну, просто, в принципе, не может выполнить, потому что ему это невыгодно. Он выполняет эти обязательства примерно на 14%. И почему-то Америка молчит. А почему она молчит? Потому что, ну, они понимают, что если Китай начнет распродавать госдолг США, то, во-первых, доллару конец, во-вторых, всей мировой системе экономики полный трындец наступит, и все рухнет, будет полный хаос. Это не нужно никому, это не нужно Америке, она это прекрасно понимает, это не нужно Китаю, он тоже это прекрасно понимает, он говорит, ну, давайте уж будем так, как есть. Соревноваться честно, то есть. Вот. И в результате вот такая ситуация возникла. То есть, что я хочу сказать, что если доллар всегда был сильный, почему? Потому что Америка была ведущая мировая держава. Сейчас мы наблюдаем, что Китай уже находится на том же уровне по экономической составляющей и может обогнать. И эта ситуация, естественно, повлияет на доллар. Теперь дальше. Второй фактор. Система международной торговли. Система международной торговли всегда была в долларах и до сих пор находится в долларах. Но эту систему Америка потихонечку сама буквально начинает рушить. Это с одной стороны, а с другой стороны появляются уже альтернативы. И американцы действительно предложили самую лучшую и самую удобную систему SWIFT. Но за SWIFT переводы приходится, во-первых, платить. 20 долларов за каждый перевод. Так во всем мире принято. Так сказать, как бы за SWIFT надо платить. Вот. И это огромные деньги, которые уходят в США. И это во-первых. Во-вторых, значит, кроме SWIFT есть еще платежные системы, которые тоже очень удобны. Это системы Visa и система MasterCard. Они тоже очень удобные. Но американцы начали использовать все эти данные уже в других целях. В целях разведки, например, в целях борьбы с другими странами, с подавлением других стран. Ну, каким образом? Ну, например, если, ну там засекречены, естественно, военные бюджеты и так далее, никто, все засекречено, сколько самолетов, например, истребителей мы будем производить. Но когда какую-то, какую-то единицу, какой-то прибор для этих самолетов мы покупаем в какой-то другой стране, скажем, в Израиле или там, скажем, во Франции, то мы покупаем, естественно, сколько-то комплектов. И по количеству этих комплектов можно легко оценить, какое количество самолетов, там, истребителей мы произведем и какого класса. Это первое. Второе, значит, уже понятно, какой завод производит вот эту продукцию. Во-первых. Во-вторых, значит, можно посмотреть по системе Visa или MasterCard, сколько же людей работает на этом заводе. Потому что в день выплаты происходит платеж на карточку и все видно сразу. Структура зарплаты, количество сотрудников, куда они ее тратят и так далее. Ну, естественно, это не нравилось и больше всего-то не понравилось тогда, когда американцы начали использовать эти данные уже в целях, когда начали применять санкции против ближайшего окружения Путина и их родственников, когда люди начали пользоваться карточками, значит, в различных странах мира, естественно, потому что, ну, кто-кто, а они-то уж точно пользуются долларами и так далее. И, значит, запретили, заблокировали просто многим счета, на кого ввели санкции, просто счета заблокировали им, заблокировали вообще банк с чудесным названием России, в котором держали вот средства все буквально вот окружение Путина, потому что они говорят, ну, это вот такой семейный, грубо говоря, банк, Россия, потому что вся страна это, грубо говоря, такое предприятие. Но, естественно, нам это не понравилось и, естественно, Россия начала уже, чтобы защитить себя, свои интересы, вводить, во-первых, альтернативу платежной системе SWIFT и альтернативу, естественно, вот этим платежным системам Visa и MasterCard. И в России уже есть и не хуже, чем SWIFT работает, межбанковская система платежей, и она адаптирована уже для международных платежей, пожалуйста, к ней можно подключаться. Все это уже работает, более того, я скажу вам, что уже по этой системе проходят, ну, какие-то деньги, которые незаметны для нас, но они должны быть незаметны, еще и для американцев и для них незаметны. Первые ввели свою платежную систему японцы, это JCB, это японская платежная система, и вы можете видеть вот этот значок на каждом банкомате буквально. Китайцы ввели свою платежную систему UnionPay, которая тоже распространена по всему миру, и, ну, Россия ввела тоже свою систему мира, вы знаете, через которую, ну, по крайней мере, все бюджетники точно получают зарплату, чтобы это было, ну, недосягаемо для американской разведки. И еще один мощнейший удар по господству доллара в мировой экономике, это криптовалюты. Друзья мои, криптовалюты, что это такое? Это система, которая позволяет абсолютно безопасно секретность сохраняя, проводить платежи по всему миру, проводить не только платежи, но и всякие транзакции. Это система защиты информации на основе технологий блокчейн, которые в последнее время, вы знаете, развиваются бешеными темпами. И уже, в общем, система SWIFT в ближайшем будущем, я уверен, будет похоронена. То есть, это еще один удар по господству долларов. Сейчас вы знаете, что идет кризис, это пандемия, которая обострила все противоречия. И что делают центробанки в этой ситуации? Центробанки в этой ситуации стремятся ослабить валюту. То есть, идут валютные войны, буквально. И мы находимся сейчас в самой горячей стадии этих валютных войн. Потому что, вы помните, что когда я говорил про отношения США к Китаю, Трамп говорил Китаю, укрепляйте свой юань, иначе выхода нет, иначе нам придется опускать доллар. И китайцы не опустили юань. И в марте месяце что произошло? Смотрите, полный локдаун, пандемия, производство останавливается, международное сообщение останавливается, много чего останавливается. и что делают люди во всем мире, когда происходит нечто нехорошее? Правильно, бегут покупать доллары. И в этот момент курс доллара начинает взлетать. Что такое курс доллара взлетает? Это значит, что американские товары и так дорогие, они начинают дорожать, это сказывается на внешнем торговом балансе. Ну, тут уже Трамп вскипел и сказал, все, срочно снижаем ставку ФРС, потому что надо опустить курс доллара, потому что мы держим курс доллара стабильным, он не должен ни повышаться, ни понижаться. Они, значит, опускают ставку до минимума гигантскими шагами, неслыханными, то есть сразу перескакивая, там внеочередные были заседания ФРС, я помню, в марте удалось немножечко скорректировать курс доллара, сейчас вы его видите, курс доллара в течение последнего года, то есть он сначала резко взлетел, потом опустился, скорректировался до прежних значений, и, да, это курс доллара по отношению к корзине основных валют, но этого было мало, надо было дальше опускать, а дальше уже опускать некуда ставку, поэтому включается печатный станок программа количества смещения, количественного смещения, то есть Америка начинает печатать доллары, и эти доллары ничем не обеспечены, но она, смотрите, в период пандемии еще возникает такая ситуация, когда, ну, люди, многие остаются без работы, и повышается социальная напряженность, и люди просто могут выйти на улицу и снести любое правительство, поэтому, когда наступает период вот этой вот пандемии, вынужденного простоя, то все мировые правительства решают поддержать свое население, то есть печатают буквально небеспечные деньги, и раздают их всем гражданам страны, буквально, и в Америке даже не гражданам всем, кто живет, только ради Бога не выходите на улицу, не протестуйте, для того, чтобы жизненный уровень не сильно упал вот из-за этой пандемии, и так во всех странах, то есть это делала Америка, но с Европой что? А в Европе ситуация несколько хуже, потому что в Европе и так ставки были очень низкие, они уже были на минимуме, их снижать некуда, но в Европе ничего не оставалось делать, ну и в результате европейская валюта выросла, начала расти по отношению к доллару, и в результате европейскую валюту для того, чтобы опустить, надо тоже включить печатный станок, который будет опускать евро, он был включен, и поэтому значит, доллар падает, евро падает, а что с рублем? смотрите, что с Россией, а с Россией ситуация вообще обалденная и вообще интересная, смотрите, ну, во-первых, значит, насчет того, чтобы ставку снижать, да, ставку у нас снизили, и сейчас ставки находятся Центробанка на минимальных уровнях, и в принципе Набиулина вполне себе управляет курсом рубля. Теперь дальше, по поводу печатания денег и раздачи денег. Смотрите, американцы, значит, чтобы опустить курс доллара, они печатают деньги, европейцы печатают деньги, а мы, а нам этого не надо. России не надо печатать деньги, потому что, ну, социальная напряженность нам не грозит от того, что люди остались без работы, потому что, ну, по опросам люди и так любят Путина, поэтому платить им не надо, им можно что-то рассказать, во-первых. Во-вторых, нефть. Российский рубль очень сильно зависит от нефти, но уже не только от нефти. Это важно. Но и от нефти тоже. И российский рубль, цена, когда все останавливается в мире, цена на нефть падает, нефть и переизбыток на рынке, цена на нефть падает, это, естественно, отражается на ослаблении рубля, и американцы печатают доллары, чтобы ослабить доллар, европейцы печатают евро, чтобы ослабить евро, а нам ничего не надо печатать. Он естественным образом падает, и поэтому все падает синхронно такой летит с одинаковой скоростью вниз. Покупательная способность, грубо говоря, вот этих денег. Куда идут напечатанные деньги? Напечатанные деньги, ну, для чего печатают деньги? Чтобы они шли в экономику, чтобы экономика продолжала расти. А зачем расти, когда, ну, в общем-то, спрос-то не растет, то есть на товары, спрос на продукты не растет, спрос на услуги не растет, потому что, ну, какой спрос на туристические услуги? Ну, согласитесь, что вряд ли он растет. Соответственно, рестораны закрыты, какой идиот сейчас будет открывать ресторан в период пандемии, ну, согласитесь, да? Или там круизные компании, или отели. Все это рушится, и рушатся грузоперевозки, транспортные перевозки, пассажирные, пассажирские перевозки, все это рушится. Поэтому деньги в экономику напечатанные не идут, а куда они идут? А они идут сейчас на фондовый рынок пока. То есть, люди говорят, а мы отложим денежки на потом. А куда мы их отложим? А мы их отложим либо на счет, либо, значит, точно так же, как в России у всех первая же мысль, когда появляются лишние деньги, это купить доллары, это у россиян и в остатке мира, тоже у многих, то в Америке доллары покупать не имеет смысла, потому что они так покупают доллары, американцы покупают ценные бумаги, фондовый рынок. И ценные бумаги начали расти просто от того, что деньги печатаются, куда их девать, они вливаются в фондовый рынок, фондовый рынок начинает расти, это никак не отражается на производстве компаний, производство в физическом выражении падает и возникает ситуация, когда акции растут, а производства нет, и прибыль даже не растет, что будет дальше? Но вот этот вот разрыв, он должен сократиться, то есть слегка может опуститься фондовый рынок, но деньги-то напечатаны, куда они денутся, они не уйдут из фондового рынка, они уйдут в товары, естественно, что произойдет? Произойдет инфляция, инфляция в долларах, и доллар упадет, и вот сейчас вы видите на графике доллар по отношению к корзине всех валют, мы наблюдаем, что доллар пошел падать, сейчас он на минимумах, и он будет опускаться, ну, а рублю-то с чего падать? Как только начнет восстанавливаться более-менее экономики, то спрос на нефть начнет расти, и в общем-то с рублем ничего такого плохого не происходит. Теперь далее, когда все страны печатают доллары, и в результате всего этого очень сильно вырастает долг этих стран. Что с Россией? Против России введены санкции, Россия в долг особенно не влезает, Россия размещает свои ОФЗ, они скупаются, скупаются, причем, ну, иностранцами в том числе, но доля иностранцев не такая большая, и долг в России внешнеторговый особенно не растет, и по соотношению долг к ВВП Россия находится на одном из лучших мест в мире по сравнению с другими странами, если не на самом лучшем. Бюджетный дефицит во всех странах есть, в России практически нет. У нас очень долго сохранялся бюджетный профицит, то есть мы зарабатывали больше, чем тратили, потому что, ну, опять же, зачем населению раздавать деньги, и мы складывали деньги в кубышку, которые нам сейчас очень сильно помогают, во-первых, во-вторых, ну, у нас есть куда идти, есть запасы, в отличие от 2008 года, когда запасов не было, Медведев говорил, что Россия это островок стабильности, мы видим, какой это островок стабильности, прямо вот по курсу доллара. Сейчас мы видим по курсу доллара, к рублю, что, ну, Россия пока еще остается островком стабильности, единственная тревожная вещь, которой можно беспокоиться, это, ну, политические риски, которые существуют, конечно, и которые надо закладывать свою стратегию. Ну, а теперь в завершение, как я и обещал, абсолютно точные рекомендации о том, что надо делать. Ну, первое, что я хочу сказать, и это очень важно, простая истина, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Поэтому, друзья мои, самое главное, первое, берегите здоровье, не попадайтесь на вот этот вот коронавирус, занимайтесь, ведите здоровый образ жизни, потому что, если вы заболеете, у вас нет денег на лечение, а лечение стоит дорого. Поэтому, здоровый образ жизни, оптимизм, ежедневные прогулки на свежем воздухе, я это делаю, призываю вас делать всегда, потому что это повышает тонус. Посмотрите, но мне 50 скоро 8 лет будет, и я вполне себе бодр и здоров, румян, как вы видите. Вот, и насчет здоровья я сказал, лучше быть здоровым и богатым, то есть, в период, когда нам сложно, а вот этот вот процесс борьбы за лидерство между США и Китаем, вот эти вот валютные войны, он приведет к тому, что в какой-то период, скорее всего, нам уже и сейчас, в общем-то, тяжеловато жить многим стало и будет еще тяжелее. И, конечно же, в период кризиса лучше всего тем, у кого есть деньги. Если вы к этому кризису подошли без денег, то это, конечно, очень плохо. И что нужно делать прямо сейчас? Прямо сейчас надо делать, ну, во-первых, если вы еще не начали инвестировать, начинайте. С любой суммы, абсолютно, с любой суммы начинайте, начинайте инвестировать. Но многие скажут, ну, у нас нет совсем денег, начинайте инвестировать в любом случае, есть у вас деньги или нет. Если у вас нет денег, инвестировать можно ресурсы. Если у вас нет денег, скорее всего, у вас есть время. вы можете инвестировать время и самая лучшая рекомендация по инвестициям это не кладите все яйца в одну корзину тоже как бы железно действует не кладите все деньги в рубли не держите все деньги в долларах не держите все деньги в биткойнах распределяйте разберите все что у вас есть все свои сбережения на какие-то там две-три части 4 части и одна часть рублевая потому что мы живем в рублевой зоне а у россии как я уже сказал в общем то не такие плохие шансы в этой игре в общем-то увеличить свою долю в мировой экономике поэтому очень даже может быть что российские акции очень здорово вырастут и они растут тем более что в российские акции заложены политические риски и поэтому они сейчас недооценены если парить политические риски будут сняты то российские акции будут очень сильно подниматься в цене но это может не сработать и точно совершенно может не сработать а если не сработает то конечно же российские акции например упадут а поднимутся на доллары или американские активы поэтому разбили часть значит упали российские поднялись американские упали американские поднялись российские средняя линия осталась по крайней мере у вас и ваши денежки вы приходите в кризис в этот или в следующий кризис он еще не закончился во первых я боюсь что он есть продолжение будет продолжение вы будете с деньгами вы будете вам будет на что пережить этот кризис не кладите все яйца в одну корзину хотите в биткоин часть положите в биткоин даже у меня есть биткоин вот часть валютные активы часть в рублевые активы теперь смотрите дальше мир мир развивается китай на скорее всего вырвется вверх индия индия тоже очень сильно поднимается вверх то есть развивающиеся страны россия я уже сказал может быть может нет есть еще бразилия юар почему бы не вложить туда и есть япония например да есть европа почему бы не вложить туда как распределить это деньги я об этом тоже рассказываю на своем канале поэтому следующий шаг который абсолютно бесплатно абсолютно спокойно каждый из вас может прямо сейчас сделать это вот там нажать на кнопочку вот там вот увидите подписаться и поставить колокольчик все то есть вообще никаких денег не требуется и я буду стараться давать вам информацию о том какие активы покупать для тех у кого совсем нет денег есть только время совсем нет денег для инвестирования вот там ссылочка в описании к видео как начать зарабатывать если нет денег нажимайте и там я рассказываю о том как мне удалось заработать деньги совсем недавно у меня были долги в районе двух миллионов сейчас у меня их нет и у меня есть пассивный доход в активах там но не буду говорить сколько достаточно и и мне удалось создать пассивный доход но в районе там 160 тысяч рублей в месяц это очень неплохо согласитесь поэтому я знаю о чем говорю если вы начинающий инвестор и вы хотите инвестировать деньги я рассказываю о том куда инвестировать на деньги начинающему инвестору и вы видите вот здесь ссылочка сейчас появится окошечко как начать инвестировать как начать зарабатывать если нет денег и биржа для чайников это уж совсем курс начинающего бойца о том как все это сделать сейчас лайк подписка спасибо за внимание с вами был демитков юрий напишите что вы думаете по этому поводу до встречи спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание